Огнеборцы Югры и Тюмени продолжают бороться со стихией. За сутки они обнаружили 5 новых очагов и ликвидировали 6 лесных пожаров. Сегодня специалисты тушат 9 природных возгораний на площади 2500 гектаров. Из них 3 на площади почти 1900 гектаров удалось локализовать. Основной причиной лесных пожаров на территории округа остаются грозы. Ситуацию контролируют, поэтому угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Всего в тушении задействовано 293 человека, в том числе 49 человек лесопожарных формирований Тюменской области. План по авиации сегодня 12 самолетов на мониторинге и 5 вертолетов на тушении. Один из них с водоследным устройством в Сургутском районе. Необычное скопление техники в окружной столице. Может показаться, что это праздничная выставка, но это командно-штабные учения окружного управления МЧС. По легенде, серьезный лесной пожар вспыхнул на окраине города. Огонь быстро распространяется и угрожает жилым постройкам. Рано утром поступило сообщение о возгорании леса в районе пригорода. Уже в 5.30 главное управление МЧС было приведено в режим чрезвычайной ситуации. Личный состав оперативно подняли по тревоге. В боевую готовность привели аэромобильную группировку, которая дислоцируется в Сургуте. В 10 утра провели оперативное совещание. Развернули передвижной пункт управления МЧС. В передвижном пункте управления предусмотрено буквально все. Тут и душевые, и столовые, посттрадиционного и химического наблюдения, помещение для отдыха, медпункт и склад. При желании можем выполнить любую вами поставленную задачу. Волонтерам гуманитарного добровольческого корпуса тоже есть работа. Они не только снабжают пожарных едой и водой, но и помогают в тушении. Только в окружной столице 28 человек из добровольческого корпуса прошли обучение и имеют сертификаты, позволяющие профессионально бороться с ландшафтными пожарами. А всего в Югре таких специалистов уже 80. последнее, что мы тушили, это была пойма на Нягонской трассе, также с МЧС. Сотрудниками мы помогали им в тушении данного ландшафтного пожара. У нас есть ранцевые установки Ермак 18. Больше 20 штук у нас на балансе. Мотопомпа. Также у нас есть еще на балансе вот такая вообще волшебная штука. Это называется Ангара. А вот еще одно добровольно-пожарное спасательное формирование. Экипировано по первому классу. Здесь и привычные нам квадрокоптеры для поиска пропавших людей, определения очагов пожара, тепловизоры, катер и даже подводный дрон, который существенно облегчает работу водолазов. Оборудован двигателями, выводится на доп. станцию, пульт управления, на виртуальные очки, виртуальные реальности. То есть все мы наблюдаем. Дрон оснащен двумя прожекторами. Все полностью герметично. Погружение идет под воду. Это уже третий день учений. До этого спасатели отточили практические навыки. Тренировка прошла в здании Югорской шахматной академии. А теперь отработали межведомственное взаимодействие. Мероприятия проходили в рамках комплексной инспекторской проверки главного управления. И как раз таки на третий день такая комплексная тренировка, где как раз таки определяется слаженность и взаимодействие всех органов управления по действиям при ликвидации случайной ситуации. Огонь оперативно ликвидирован, пострадавших нет, учения завершены успешно. Антон Войтович, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра». Игроки хоккейного клуба «Югра» передали в зону проведения спецоперации сувениры. Спортсмены оставили автографы на клубной футболке и флаги команды. Подарки попадут бойцам силами съемочной группы телеканала «Югра», которая отправилась работать на Донбасс. Одну из задач корреспондентов как раз и будет найти среди военнослужащих болельщиков нашей команды. Игроки хоккейного клуба пожелали югорским бойцам скорейшего возвращения домой и выразили надежду в скором времени встретить их на трибунах среди болельщиков. Мы нападающие «Югры» Егор Черников, Владислав Лукин, Кирилл Кондарев. Мужики решили поддержать вас, отправить игровую майку и флаг. Ждем вас на матчах. Возвращайтесь. Участников «Большой перемены» замотивировали на успех. В «Фантамансийске» проходит полуфинал всероссийского конкурса. В первой смене участвует почти полтысячи школьников со всего УРФО. Сегодня ребята приступили к решению кейсов по 12 различным направлениям, в их числе журналистика, экология и сфера волонтерства. Прежде чем приступить к выполнению конкурсных заданий, ребята смогли пообщаться с успешными людьми. Так, одну из мотивационных встреч для подростков провела актриса театра и кино, режиссер, телеведущая, певица и дизайнер Анастасия Денисова. Гостья «Большой перемены» рассказала школьникам, почему у нее так много профессий, дала советы, как найти свой путь и при этом не опустить руки, а еще ответила на два десятка вопросов. Я стараюсь, как мама, сама себе задавать этот вопрос, как это важно, дать ребенку веру в то, что он может все. Я считаю, что родителю надо создать такую атмосферу для ребенка, при которой он бы мог попробовать все, что он хочет, ну, кроме запрещенных веществ. Чтобы показать серьезность своих намерений родителям, надо озвучить, например, какой-то план «Б». Это вот про то, что мы тоже сегодня говорим, что я занимаюсь очень многим. Она актриса, она говорит так завораживающе, мотивирующе, хочется слушать и слушать. И на самом деле у меня появилась некая мотивация, еще раз поговорить с родителями, потому что она все-таки просто актерская. Я прям ей очень благодарна. Я дважды полуфиналистка, уже второй раз в городе Хантаметси есть. Масштабы впечатляют. Находишься тут, прям у рашки по коже. Все вот такие заряженные, у всех такая мотивация, прям очень круто. Еще одним мотиватором для участников полуфинала стала Елена Шумакова. В честности, заместитель губернатора Югры рассказала детям, какие книги она предпочитает читать дома с детьми и во время рабочих командировок. И отметила, что чтение помогает развивать мышление и вдохновляет на новые идеи. Также Елена Шумакова поделилась тем, как ей удается справляться с жизненными трудностями. Как-то так получалось, что меня все время бросали на направления, где еще нет ни дороги, ни пути, ни направлений, практически ничего. Поэтому, наверное, самое сложное – это не выстраивать самому себе границы шаблона. Никакие. И постоянно понимать, что границ просто не существует. Это очень важно для того, чтобы находить какие-то инновационные подходы, решения и двигаться все время дальше. Мне больше всего запомнился ее совет в том, что не стоит ставить раму для того, чтобы чего-то добиться. В принципе, для того, чтобы добиться какой-то цели, стоит объединяться с людьми, так как один из главных этапов больших перемен, и сам ты можешь многое, а вместе мы можем все. Движение первых – это команда, которая готова, способна и будет дерзать. А любую команду объединяют цель и мечта. Именно этой теме посвятили следующий выпуск проекта «Здесь и сейчас» на телеканале «Югра». Михаил Епихин вместе с экспертами поговорит о проектах, которые уже объединили тысячи молодых людей, а также узнает, какой путь выбирает молодежь для самореализации. Прямой эфир начнется сегодня в 13.15, сразу после этого выпуска новостей. А для тех, кто пропустит прямой эфир днем, повтор программы в 20.15. В Нижневартовске появится селфи-мост и скульптурный зоопарк. Все эти арт-объекты расположатся на новом бульваре на набережной. Его строительство сейчас идет полным ходом. Учитывая пожелания жителей, на новом бульваре будет использовано ландшафтное планирование. Здесь установят малые архитектурные формы, уложат рулонный газон. Посадить растения планируют осенью, после окончания строительных работ. Сейчас мастера уже завершили заливку бетоном селфи-моста и ведут работы по прокладке кабельных линий электросвещения и системы видеонаблюдения. Укладывают тротуарную плитку, облицовывают парапет. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» при поддержке властей, муниципалитета и окружного правительства. Стоит отметить, что этот объект включен в народную программу «Карта развития Югры». Это очень хорошо, что строительство продолжается, благоустройство продолжается набережной. И, конечно, оно должно дойти до своего завершения с этой территории. И, возможно, может быть, последующую территорию дальше будут приводить. Это будет просто прекрасно. С таким городом, такая набережная, я думаю, это просто необходимо нашему городу. Неравнодушные югорчане могут подать заявку на участие в стратегической сессии. В этот раз темой для обсуждения станут бездомные животные. Каждый желающий сможет не только принять участие в решении существующих проблем, но и получить информацию о грантах губернатора Югры на реализацию проектов, в том числе по созданию приютов. Мероприятие пройдет в двух форматах – очно на площадке «Югроклассик» и в режиме видеоконференции. Встреча состоится 25 августа в 10 часов утра. Организаторами мероприятия выступили правительство региона и ветеринарная служба Югры.